Мы продолжаем беседу с Астаниславом, это технический директор компании Лубригрупп, он занимается всем, что касается технических вопросов, взаимодействия с МИДС, ГСМ, анализами продуктов, работой по техническим вопросам с клиентами и так далее. И сразу анонсируя, скажу, что он же будет отвечать еще за меня, делать мою работу, отвечать на комментарии к этому видео, вернее по техническим вопросам по бренду Лубригарт, по брендам до кучи еще Петро Канада, по брендам Тексика и Шеврон. Расскажи маленько о себе. Да, меня зовут Станислав, я технический директор компании Лубригрупп. Вообще в группе компаний работаю с 2018 года, до этого работал с другим известным азиатским брендом смазочных материалов, тоже много лет. Соответственно, с смазочным материалом в общем счете я работаю порядка 12 лет. Именно с техническими вопросами и в некотором смысле касаясь тоже маркетинга и разработки смазочных материалов. И на сегодняшний день напрямую работаю с брендом Лубригарт, с нашим уже собственным брендом. Расскажи про взаимодействие, потому что я знаю точно, что у вас с МИС ГСМ по Петро Кеннеди, по Тексика, по Шеврону было просто какие-то огромные количества по анализам взаимодействий, ежедневных практически за все время работы. Как это все происходило, как вы с МИС ГСМ сотрудничали, что они для вас сделали, может быть какие-то эксклюзивные вещи они для вас измеряли, и почему такое тесное. И насыщенное сотрудничество было между двумя структурами. С независимой лабораторией МИС ГСМ мы действительно работаем уже много лет. По первости начиналась эта работа именно с мониторинга и с испытания смазочных материалов. Наверное надо дать некое пояснение, чем мониторинг от испытания отличается. Испытания в основном проходят, когда мы приходим с новым смазочным материалом к клиенту. Допустим, это будет какой-то автопарк. И нам нужно в условиях эксплуатации техники именно этого клиента проверить, насколько будет выгодно, может быть, или насколько будет хорошо работать тот или иной смазочный материал для того, чтобы подготовить ему правильное коммерческое предложение и с технической особенно точки зрения тоже предложение, чтобы было правильно. Это мы говорим об испытаниях. О мониторинге — это когда мы планомерно в течение месяцев, иногда даже лет, испытываем, мониторим, как работает тот или иной смазочный материал. Мы таким образом можем регулировать интервалы замены, мы можем контролировать состояние техники. То есть это некий безразборный такой мониторинг техники. Как это происходит технически? Как это происходит? Что для этого нужно? Какие пробы берутся? Где эти заборы делаются? Всегда, конечно, это происходит через соглашение с клиентом. Далее, в зависимости от того, какая это техника, мы делаем нулевой контроль. Можем сделать нулевой контроль прямо из бочки свежего совершенно масла, как некий эталонный образец, то, когда масло свежее. Далее, через определенные интервалы мы отбираем пробы непосредственно из техники. Если мы говорим про коммерческий транспорт, то здесь еще и важно качество топлива. То есть мы можем и качество топлива к этому исследованию приобщить. Ну и в конце мы получаем ряд протоколов с исследованиями, где мы видим динамику изменения показателей контрольных, которые мы заранее оговариваем с клиентом. Видим, каким образом работает смазочный материал. И делаем уже на основании вот этой динамики определенные выводы. Мониторинг смазочного материала и его работы – это требование самого производителя. То есть вы, эксплуатируя установку, если вы желаете иметь гарантию, то вы должны через какой-то определенный интервал делать. У каждого производителя эти интервалы, собственно, самостоятельно установлены. Вы должны делать пробы и мониторить, как работает ваш смазочный материал. И передавать желательно эту информацию самому производителю техники. Таким образом он может отслеживать время наступления, например, капитального ремонта или качество газа, качество эксплуатации техники и уже решать какие-то гарантийные вопросы, связанные с тем. Насколько я знаю, вы плотно были связаны. Петр Канадов, наверное, один из немногих брендов, который очень хорошо зашел в российскую конкретную энергетику, в промышленный сектор, в газовые установки и так далее. То есть я думаю, что у вас же были клиенты, которые колоссальными количествами какие-то потребляли газы, например, те же самые масла Петр Канады в свое время. Да, но тут на самом деле по объемам, мне тяжело сказать по Петр Канаде, потому что по объемам потребления именно. Моя часть вот именно техническая. Опыт работы с Петр Канадой, с Тексика, с Шевроном и с МИС ГСМ, с вами взаимодействия сейчас помогает работе с брендового бригада? Естественно, да. Даже работы, можно сказать, прибавилось больше, потому что если раньше мы работали, скажем так, с мировыми брендами, и не было такой необходимости, допустим, делать постоянный входной контроль. То есть у нас, если мы возьмем компанию «Шеврон», это вертикально интегрированная компания, где, говоря о производстве смазочного материала, сырье идет от скважины до канистры, до уже готового продукта, и на каждом этапе компания «Шеврон» делает контроль. Самостоятельно. Здесь у нас на месте. То есть мы не только полагаемся на тот контроль, который осуществляет наш производитель. Наши производственные площадки, они мониторят, естественно, и сырье, и по требованию, если нам это необходимо, мы можем запросить у них, и они нам предоставляют сертификаты на сырье с техническим анализом. Далее они еще мониторят, естественно, выходной продукт. То есть они конечный продукт уже из канистры или из партии отбирают пробы, некие арбитражные пробы остаются у них. Делают нам так называемый сертификат of analysis, то есть COA сокращенно, предоставляют нам подтверждение, что мы вам изготовили партию вот с такими характеристиками. Пожалуйста, подтвердите. И только после нашего подтверждения она разливается в канистры и отправляется к нам. Далее эта партия приходит к нам сюда, на склад в Россию, и мы уже здесь самостоятельно, с независимой лабораторией, вот как раз с МИСГСМ, мы отбираем пробы, отправляем на анализ и делаем еще и расширенный пакет анализов. То есть мы не только делаем для подтверждения COA, ранее упомянутого, но еще и смотрим на соответствие заявленным характеристикам. Это делается с каждой партией товара? Да, мы делаем это с каждой партией. А анализ, исходящий на производстве, на площадках, которые у вас расположены сейчас в Китае, в Турции, они предоставляют вам регулярно? То есть они делают это на своем уровне? У них лаборатории, они собственные? Да, это обязательное условие. Большую часть анализов они, естественно, делают своими усилиями. Хорошая лаборатория у них? Да, хорошая, хорошего уровня лаборатория. Нам даже при необходимости присылают видео того, каким образом они делают. То есть мы можем даже методологию проверить, если нам это необходимо. Если какие-то мы запрашиваем сложные анализы, то тогда, конечно, они могут подключить и сторонние лаборатории у себя на месте. А то, что вы проверяете здесь, и то, что они предоставляют вам исходящие анализы, они совпадают или есть расхождения какие-то? Да, конечно, в большинстве случаев совпадают. Но это еще же вопрос того, как мы подбирали производителя. То есть мы подобрали такого, чтобы уровень его производства соответствовал нашим требованиям. Соответственно, большая часть совпадает. Есть у нас какие-то некоторые расхождения, бывают, появляются на некоторые выборочные продукты. Но здесь еще нужно учитывать такие нюансы, как некая сходимость параметров между лабораториями. Методологии могут все-таки чуть-чуть отличаться. Ну и условно, если можно так выразиться, вот сегодня лаборант встал не с той ноги, и у него получился немножко другой анализ, вернее результат анализа, чем нам требовалось. Мы можем запросить дополнительный контроль и уже сверяем. Если все-таки мы выясняем, что здесь дело не в схождениях между лабораториями, в схождениях показателей, а именно в неких характеристиках самого продукта, мы можем скорректировать формулу. Вплоть до того, чтобы полностью партию отозвать. А завод к этому относится нормально? Производители лояльны к этому относятся, или они тяжело идут до контакта в этом плане? Ну, с точки зрения бизнеса они очень лояльны к этому относятся. То есть они готовы исправлять какие-то ошибки, если они возникают. Они готовы рассматривать варианты замены товара. Ну, таких случаев на самом деле было там... Немного, да? Да, буквально два. Очень важный вопрос. Я так понимаю, что бренд Лубригард, когда вы пришли к производителям, к площадным производственным, которым сейчас пользуетесь, которые делают для вас продукцию, они немного были в шоке от того, что вы предоставили им свои собственные техзадания, они воспользовались линейкой техпродукций, которые они уже выпускали до этого. То есть вы пришли с тем, что нужно вам. Да, это естественно. Вы уже упомянули, что наши производственные площадки находятся в Китае и в Турции. И те продукты, которые они выпускают на внутренний рынок, они, естественно, будут отличаться от тех продуктов, которые требуются нам в России. Я имел в виду, что у вас опыт огромный по Петриканаде в работе с газовыми двигателями, например, в работе с СВЛ-продукцией. То есть такие масла специфические, например, газовые, ЛД, ЛД, например, такие продукты, они, ну в таксах это, по-моему, 5200, если не ошибаюсь, называлось какой-то продукт. Ну это аналогичные. Да, аналогичные продукты. Это очень специфические масла, которые не все блендерные заводы делают в принципе, они даже представления некоторые не имеют о том, как это должно выглядеть. Как они отреагировали и смогли ли они сделать под ваши техзадания, под ваши требования масла? Было ли это все как бы беспроблемно, или это для них была большая такая проблема? Так это одна из основных причин, почему у нас производственных площадок на самом деле несколько. Потому что каждая из этих площадок сильна в своей сфере. Какая-то площадка может обладать многолетним опытом в работе с пластичными смазками. Другая площадка вот как раз по газовым маслам обладает хорошим опытом и технологиями, что самое главное, да, по производству этих масел. Третья легкомоторкой занимается. Именно из этого разделения, да? Основная причина именно этого. Мы в беседе тоже закулисной говорили о том, что в Китае как раз есть такое четкое разделение. Там есть три площадки. Одна занимается производством пивел-продукции, вторая занимается производством севел-продукции, линейки. А третья занимается конкретно газовыми маслами. А за площадков Турции они в том числе специализировались много лет на производстве смазок. Да, пластичных смазок. Пластичных смазок. То есть у вас есть разделение, оно достаточно логичное и обоснованное вполне, потому что разные заводы специализируются на разных продуктах. И естественно вполне понятно, почему выбрали именно разные площадки, потому что должны делать те люди, которые профессионально этим занимаются. Да, если так немножко даже отойти, и может быть какой-то небольшой секретик открою, допустим, та же компания Chevron, они тоже не все смазки пластичные производятся на собственных заводах. Какие-то смазки они могут производить на аутсорсе. Просто заниматься репэккеджем условно. А Петроканады, кстати? По Петроканаде, насколько я знаю, тоже есть такая история. Изначальная компания, Петролюп, она была основана в 1998 году. С МИС ГСМ начали работать с момента их основания, это получается. Ну, с 8 по 10, 10, наверное, года, скорее всего, да, примерно? На самом деле, с самого основания. Я знаю, какое-то ужасающее количество анализов, которые было в цифровом эквиваленте, было сделано вами. У них, скажем так, сколько это? Ну, ужасающее, конечно, в хорошем смысле слова. Это порядка 18 200 протоколов. 18 200 протоколов. Мы как-то даже ради интереса посчитали, что если взять за этот промежуток времени и перевести в рабочие дни, сколько у нас в день протоколов? Там порядка 4 протоколов. Просто ежедневно, бесперерывно. Я хочу просто, к чему это все я веду, этот разговор, почему я вопрос задал Станиславу по этому поводу. Петроканада, еще раз напомню, это серьезный, ну, был сейчас, к сожалению, огромный мой игрок на рынке российском, на промышленной сфере, в СВЛ, и в газовых двигателях отдельно, если взять. Поэтому это просто колоссальное количество анализов. О чем он говорит? О том, что люди мониторили и работали с крупнейшими российскими производителями, промышленными предприятиями, вернее, теми, кто в газовой энергетике, вернее, в энергетике, в принципе, и анализов, это не просто от фонаря оттуда взялись, они не просто ради своего интереса делали анализы, а эти анализы были рабочие. Это было для этого в процессе рабочим, это было не потому, что они хотели потратить денег столько, потому что это было просто необходимо. Мне Владимир, о котором мы с вами поговорим чуть попозже, сейчас передал пару документов, как раз МинсГСМ, это мониторинг газовых масел, которые были у нас на технике какой? Так, производитель техники, в данном случае один протокол у нас по Енбахер, марка 620-я серия двигателей. Это ГПУ, да? Да, это газопоршневая установка, работает на природном газе, и второй протокол он по МТУ. Все эти документы, которых мы упоминаем в нашей встрече, на протяжении всей нашей встречи, они все есть уже в описании к этому видео, ссылочки на эти документы, вы можете сами посмотреть, скачать в PDF-файлах, посмотреть, изучить, сделать выводы самостоятельно. Это официальный документ МинсГСМ, который в рабочем порядке получает компания Лубригрупп ежедневно. Еще один очень важный момент. После выхода этого видео можно будет делать комментарии к нему, писать комментарии, вернее, задавать вопросы. Я всегда прошу людей, с которыми я беседую, и к которым приезжаю, и освещаю их компании, заводы, в частности, компании, бренды и так далее, чтобы они отвечали тоже по возможности на вопросы, которые задают наши подписчики. Поэтому надеюсь, что Станислав тоже некоторое время потратит, если у вас будут технические вопросы по продукции Лубригард, по взаимозаменимости ее с продукцией Петро Канада, которую сейчас очень многие люди ищут, и на которой они очень много времени работали и подсели на нее конкретно. Поэтому, если будут вопросы по взаимозаменяемости, пишите в комментарии к этому видео. Станислав потратит некоторое время, обязательно на них ответит, постарается, если технические вопросы будут касаться. Нам на самом деле действительно важна очень обратная связь, как от наших клиентов, так и от зрителей. Мне лично это интересно, потому что я вижу в этом перспективы, и в том числе для своего, собственно, бизнеса, как торгующая организация, потому что мы, в первую очередь, торгующая организация, во вторую очередь, это просто уже занимать блогом для себя. Что касается линейки индустриальной, всего, что для промышленности, смазок и так далее, эта тема очень обширная, об этом можно очень много говорить. Конечно, в первую очередь, моим зрителям интересна пивела линейка. Та линейка, которая касается каждого практического автолюбителя, для легковых автомобилей, для грузовых, может быть, частично, конечно, но в большей степени, конечно же, для легковых. То есть, севел – это вторая тема, а пивела – это тема первоочередная, которая интересует всех, без исключения. Расскажи, Станислав, пожалуйста, про пивел линейку, опять же, все, что связано с анализами, с реальными уже существующими результатами испытаний, с TDS, которые у вас есть, с каждым продуктом. Потому что, что я заметил, когда предварительно знакомился и с вашим сайтом, да, и с организацией, в принципе, я заметил, что вы очень подходите к этому щепетильно. Ну, сказывается опыт работы именно с крупнейшими такими брендами, и вы, в принципе, делаете то же самое, просто переключились на другой бренд. У вас очень много технической информации, на сайте есть и TDS формат, и так далее. Расскажи про это все. Прерываюсь, и тебе все даю слово полностью. Да, мы действительно стараемся и следим за нашей репутацией, так как, ну, ни для кого не секрет, что репутация нарабатывается годами, а теряется буквально там за один какой-то проступок. Поэтому мы стараемся максимально контролировать как процесс производства, так и уже полученный товар у нас здесь на складе. Что касается пивел линейки, на сегодняшний день, на наш взгляд, мы закрыли большую часть потребностей рынка. И в первую очередь, естественно, мы начали с продуктов наиболее, на наш взгляд, популярных на нашем рынке Российской Федерации, там, среди нашего автопарка. То есть у нас есть линейка синтетических смазочных материалов, синтетических моторных масел, Лубригард Суприм Синтетик, она у нас называется. Те, кто ранее использовал Петроканаду, как раз могут узнать это название. Мы не зря это название, так скажем, позаимствовали, вот как раз для того, чтобы потребителю было легче ориентироваться в наших линейках. И вторая линейка – это Лубригард Суприм, это полусинтетический смазочный материал, моторные масла. Что можно примечательного про них рассказать, да, я уже сказал о том, что мы старались закрыть большую часть потребностей рынка, представили в вязкости от, начиная от 0,20, которую мы можем использовать, там, и 5,20 в азиатского производства легковых автомобилях, китайских, корейских, японских автомобилях. И далее идет у нас 5,30, 5,40 моторное масло, которое больше распространено для европейских легковых автомобилей европейских марок. И также, если говорить уже о каких-то конкретных, мы как флагман продукции нашей представляем моторное масло Лубригард Суприм Синтетик C3 5W-30. То есть это, на наш взгляд, пока самый у нас топовый именно по технологиям продукт. То есть это среднезольное масло со спецификацией ACA C3, которое отвечает требованиям стандартов Volkswagen 504, 507 и может как раз использоваться в этих автомобилях. Ну и, в принципе, везде, где требуется соответствие спецификации ACA. Анализы и реальные испытания ресурсные были? До ресурсных испытаний мы, к сожалению, еще не дошли, но они обязательно будут. Это даже мое личное стремление. Мне очень хочется посмотреть на работу нашего смазочного материала. Мы в нем уверены и ждем очень хороших от этих испытаний показателей. Как ты их видишь? Ну, вы знаете, если говорить про продукт C3, так немножко от себя, то я готов буквально его заливать в собственном автомобиле, так как у меня как раз автомобиль марки Skoda. И у меня требования от завода-изготовителя 54, 507. Ну, если быть совсем строгим, то там 508, 509, на W20, но этот продукт у нас пока только в разработке. То есть ждем его скорого появления. Ну, можно использовать 504, 507, поэтому как только мы получим этот продукт, я думаю, я буду его первым потребителем. И не знаю, будем ли мы показывать это на так скажем, общественности, но я думаю, что мы будем проводить и на моем автомобиле в том числе исследования. Но для общественности, я думаю, мы точно будем делать это с некими независимыми автопарками, чтобы была прозрачная история. Хорошая тема. И, естественно, это будет тоже в независимой лаборатории. А что есть сейчас? Есть сейчас результаты из МИДС ГСМ, готовые уже, которые мы сейчас можем разместить в описании, уже размещены, вернее. Их можно предоставить? Да. По легкомоторке? Да. По легкомоторным продуктам мы можем предоставить такую информацию, как мы уже говорили, про контроль производства смазочных материалов. То же самое касается и легкомоторной линейки. То есть все, что мы получаем здесь на склад в Россию, мы отправляем образцы в лабораторию, где проводим расширенный спектр анализа. И мы как раз предоставим протокол и для сравнения так называемый ТДС, где будут представлены характеристики завода-изготовителя и то, что мы увидели здесь в лаборатории. ТДС сейчас размещены на сайте у вас продуктам в данный момент? Ну, у нас собственные подготовленные описания на наши продукты, естественно, на все есть для того, чтобы потребитель мог с ними ознакомиться. И в них представлены типичные физико-химические характеристики. Вы их делаете на основании тех данных, которые предоставил вам завод? Или это... Первоначально, да, естественно, мы делаем это на основании данных завода, но мы перепроверяем это, да, как я уже сказал, мы это контролируем и нарабатываем сейчас некую производственную статистику. Давайте тогда конкретики. Мы сейчас сможем разместить в описании к этому видео, ну, вернее, уже зрители уже это могут посмотреть, наверное, например, какой-то ТДС на продукт конкретный по ПВЛ-ке, да, и результат испытания от МИДС ГСМ. Да. Параллельно можно сделать, да, это? Да, абсолютно. Мы как раз недавно получили первые вот такие исследования, ну, потому что просто партия пришла к нам совсем вот недавно легкомоторных масел. Мы представим описание ТДС, да, с физикохимии, которые мы получили от завода, и потребитель сам сможет, там, зритель сам сможет проверить на сходимость. Неудобный к тебе вопрос сразу. Заводы в Китае и заводы в Турции. У нас, у русских потребителей, обычно просто обывателей, очень такое дворякое отношение к заводам турецким. Китайским заводам нет никакого отношения, потому что они просто не знают, что делать с Китаем, что производится. В принципе, они не знакомы с китайской продукцией. В общем, с турецкой худо-бедно мы знакомы, там некоторые продукты сейчас в Россию возятся, и сейчас, вернее, уже возятся давно, но с Китаем все очень в тумане. Как ты считаешь лично качество продукции, которая произведена на китайских площадках, на ваших их три, отдельно СВЛ, отдельно ПВЛ, отдельно газовые масла, и на турецкой площадке, где делаются легкомотор, которые в том числе и делаются смазки. Легкомоторная продукция у нас делается только в Китае. Только в Китае делается, да, ну да, извиняюсь, поправил меня. Как ты считаешь сам, качество китайских производителей, качество турецких, оно отличается от европейских или нет, потому что они используют те же самые компоненты. Базовые масла присадки и так далее. Расскажи поподробнее об этом маленько. Вы знаете, есть некоторые нюансы, ну, в целом, во-первых, все зависит от самого уровня производства, да, в одной даже стране могут совершенно быть разного уровня площадки по производству смазочной против. понятно, конечно, да. Да, но если говорить о каких-то нюансах, которые там распространены по стране в целом, то, ну, один из таких можно, наверное, выделить, что турецкие производственные площадки, они могут использовать по, по примеру, европейские, могут использовать отработанные смазочные материалы, то есть, для вторичной, так скажем, переработки. У нас одним из условий работы с нашим производителем было как раз отсутствие. вторичных базовых масел. Это, среди природи на секунду сразу, это очень важный момент. Каким-то образом можно выяснить по результатам МИДС-ГСМ сделано ли масло из переработанного сырья? Ну, не ресциклин, как правильно это все делается должно, а вот именно из отработки, из очищенной и так далее. Это можно выяснить как-то в результате испытаний, результатов анализа? Это видно или нет? По результатам анализов я думаю, что да, это можно будет видеть и по ЭК-спектрам, и по частоте продукта. То есть, мы применяем определенный пакет присадок, мы знаем, какой элементный состав должен быть у продукта. То есть, подытожим, если мы видим с вами спектр, спектральный анализ, получается, если мы видим с вами МИДС-ГСМ анализ, Кит-5, например, возьмем, к примеру, то есть, по некоторым косвенным причинам мы можем понять, что масло сделано из чистой базы, из правильной базы? Ну, в данном случае, если быть точным, Кит-5 будет недостаточно, нам нужно будет еще дополнительные параметры заказывать. А расскажи про это, тоже это важный момент, расскажи, какие дополнительные параметры МИДС-ГСМ делают для вас по этим показателям? Ну, один из показателей это содержание серы в продукте. В Кит-5 не входит? Нет, это в Кит-5 не входит, ну, так как это нетипичный, так скажем, анализ. Для людей поясню сразу, мы со Стасом тут на своей теме говорим, Кит-5 это МИДС-ГСМ для удобства сделали просто пакетные анализы для того, чтобы люди не заморачивали с выбором поэтапно, что именно им тестировать, они сделали просто Кит готовый и, собственно говоря, по ним там делают для всех основные. Да, это и удобство в коммуникации с лабораторией и плюс еще экономические параметры, то есть Киты они дешевле, чем отдельное исследование, поэтому многие компании просто ограничиваются как раз исследованием по китам. Стас, ну так вот, смотри, мы с тобой подошли к этой теме, я тебе задал вопрос с самого начала. Как ты сам считаешь, качество того, что вы получаете, то, что вы видите в результатах анализов, оно отличается от европейского или оно на уровне европейского? Нет, это как раз было основным условием, чтобы качество наших продуктов было на высочайшем уровне, то есть мы не только соответствуем уровню европейских или американских продуктов, мы еще и по ряду параметров эти продукты можем превосходить, так как у нас условия эксплуатации в России наиболее суровые, более жесткие, да, и наши климатические зоны, которые разбросаны у нас по всей стране, они очень сильно друг от друга отличаются, банальный пример это климат в Сочи, да, и климат в Якутске будет совершенно разный, и совершенно разные смазочные материалы необходимы будут как обывателю, так и в индустрии, какому-то крупному предприятию, то есть это нужно учитывать и таким образом учитывать именно в составе продукта, в его эксплуатационных свойствах. Давай еще более конкретики площадки, которые делают для вас смазочный материалы, на каких базах они работают, на базовых маслах, какие пакеты присадок они используют? Ну, пакеты присадок, я уже предполагаю, что это четверка все, фенил, лубризол, аронайт или эфтон. Да, по пакетам присадок сразу тогда отвечу, что действительно это и пакеты эфтон и лубризол по большей части по базовым маслам в легкомоторных продуктах мы используем только третью 3-плюс группу, не используется ни первая, ни вторая группа и если есть необходимость допустим для создания налевок так называемых, ноль-дабл продуктов, то добавляется еще какое-то определенное количество ПАО, то есть четвертой группы. Что касается других линеек, допустим, коммерческого транспорта, моторных масел для коммерческого транспорта, там могут использоваться и вторая группа и 2-плюс группа, но не используется первая группа. Что касается трансмиссионных масел, допустим, то для легкомоторных продуктов достаточно использования третьей группы и небольшого там добавления в какие-то определенные продукты для поднятия, так скажем, свойств необходимых может добавляться четвертая группа ПАО и для коммерческого транспорта, для специализированных продуктов типа 295-го Эллисон или ЗТФ-овских специальных продуктов, то там используется еще и пятая группа Эстеры и четвертая группа тоже. У меня есть инцидерская информация некоторая, то, что в частности китайские площадки, которые для вас делают продукцию, они используют базу и Петранас в том числе, малазийскую. Она хорошая база. Если говорить конкретно по брендам, то да, мы и Петранас используем базу и Как они правильно Петранас? Ну, устоявшийся, да, вроде как название Петранас и Скейлубриканс базу производят хорошую, кстати, по технологиям шевроны. Что у нас еще? Формоза можно назвать. Формоза. Для потребителей наших обычных рядовых Формоза ничего не скажешь, на самом деле это серьезная ситуация, которая производит базовое масло. Крупные азиатские производят. Плавно подойдем к еще одной очень важной теме. В беседе с Владимиром мы затронули тему взаимозаменяемости масел, с которой сейчас и проблема, вернее, вакуум по продуктам, по многим, с которым столкнулись крупнейшие наши российские предприятия. В частности, метровагонмаш, трансмашхолдинг, у них и была потребность, метровагонмаш, это та структура, на которой вы едете на метро в Москве, с помощью которой они обслуживают технику. Там у них есть очень много редукторов, помимо редукторов российских некоторых, у них есть редуктора ZF, используется ZF, это как раз те производители, которые делают одни из самых лучших в мире редукторов, и у них, как правило, использовали они для заливки эти редуктора, насколько я знаю, либо Shell, Espirx, S6, к примеру, либо Mobillow продукт, любимый, который синтетик. Там на самом деле продукции могли быть разных производителей, но они прописаны были самим производителем ZF в инструкциях по эксплуатации. По эксплуатации, да. Сейчас столкнулись с тем, что ZF, естественно, для российского рынка не делает больше ничего, то есть не делает в плане помощи, поддержки, технической одобрения и т.д. и т.п. соответственно, как бы эти производители мастер-мотор трансмиссионных, вернее, редукторных, ушли с рынка и ExxonMobil, и Shell, и другие прочие Петроканада. официально они больше не присутствуют. Поэтому, представляете, вагоны ездят каждый день, как бы, соответственно, ребята из метровагонмаша взялись за голову и поняли, что нужно что-то с ним делать. Мы просто с Владимиром об этом до нашей беседы, с Станиславом мы беседовали с Владимиром очень долго по этой тематике и у нас есть переписка такая прям обширная, он мне скидывал информацию про взаимодействие вашей компании и с метровагонмашем, и с трансмашхолдингом, про одобрение, получение, вернее, одобрение на применение продукции Лобригард, в частности, и конкретно, вернее, в редукторах ZF, которые стоят на конкретных вагонах в метро московском, на которых вы ежедневно ездите, москвичи, по крайней мере, может быть, в Новосибирске тоже метро есть. Сейчас в России сложилась такая ситуация, что наша отечественная инженерия столкнулась с тем, что пора уже получать собственное одобрение многих продуктов, потому что импортозамещение во всей красе коснулось их. Вот мы говорили с тобой про метровагонмаш, начали говорить, про трансмашхолдинг, про вагоны, про метро и так далее. У меня сейчас в руках конкретно техническое решение конкретное. Я не знаю, можно ли его размещать в описании к этому видео, но мы побеседуем еще с руководством компании, посмотрим, потому что все-таки этот стратегический документ, не все-таки документы можно размещать в публичном доступе. Поэтому что получится, разместим, и если вы смотрите это видео, можете уже посмотреть, если документы есть, почитать. Вот, в общем, техническое решение это о чем говорит, что бренд Лубригард будет проходить испытания, типовые испытания по типовым методикам и приниматься решения по его взаимозаменяемости с брендами, которые были одобрены производителями редукторов ZF для применения вот в этих конкретных редукторах, которые используются и обслуживают с метровагон Машем. Да, в связи с дефицитом смазочных материалов, или даже не дефицитом, а их отсутствием смазочных материалов, прописанных в инструкциях по эксплуатации конкретных редукторов, инженерному, так скажем, составу предприятия пришлось выработать некую собственную модель испытаний для того, чтобы понять, насколько тот или иной заменитель будет, или аналог будет работать в конкретном редукторе. То есть выработан ряд параметров, например, на частицы износа, то есть будет контролироваться динамика их накопления, будут контролироваться параметры изменения самого смазочного материала, и на сравнительных испытаниях, возможно, даже с разбором редуктора будет уже оценена работа того или иного смазочного материала, в частности и нашего, как раз Лубригарда. Стас, интересный момент конкретно по этой тематике, по этому конкретному примеру, метро-вагон-машет, трансфордш-холдинг, они сами делают испытания, у них есть собственные лаборатории, или как это происходит, типовые испытания, что это значит? Нет, лаборатория сторонняя, независимая. не МИЦ-ГСМ? И МИЦ-ГСМ в том числе. Насколько я знаю, в разработке было несколько лабораторий. С лабораторией, с поставщиком смазочных материалов и непосредственно с самим клиентом, кто запрашивает смазочные материалы, утверждается, согласовывается, утверждается список тех или иных исследований, по которым будут контролироваться параметры работы самого редуктора, его износа внутреннего и работа смазочного материала. От этого будут уже регулироваться интервалы замены, ну и вообще, в принципе, приниматься решения об успешности проведения испытаний и успешности импортозамещения, так называемого. Есть же типовые методики, да, вот тут прописана типовая методика испытаний, она стандартная, да, то есть есть определенный стандарт, по которому все это делается. Ну, дело в том, что этот документ это просто техническое решение, а к нему еще дополнение идет как раз инструкция по этим испытаниям, то есть где прописываются конкретные интервалы замены, количество смазочного материала, наименование, редуктора самого смазочного материала. То есть пришло то время в России, когда многие предприятия, они должны уже делать собственные, собственно говоря, принимать собственные, как это правильно сказать, одобрения или спецификации собственные, да, получается? Да, действительно, это уже получается на уровне одобрения производителя, да, только в каком-то локальном масштабе с нашим государством. Мои зрители обычно это просто автолюбители, поэтому для них немножко эта тема далековато, наверное, скорее всего, но тем не менее, эта тема очень важная, потому что мы все потребляем те продукты, мы все ездим на том транспорте, мы все пользуемся услугами тех промышленных предприятий, даже не задумываясь об этом, которые используют все импортные смазки о этих предприятиях и предприятиях России. Россия – это промышленная страна, в России огромная промышленность, это сегмент, он как бы неспособим по объему с легкомоторными маслами и так далее, то есть это просто гигантский пласт, который нужно как будто обслуживать смазочными материалами. Кто-то ушел, кто-то придет, соответственно, нужно это все сейчас в России как раз перетрубаться, нужно все это сейчас вводить, пытаться получать одобрения собственные на производствах на российских. Да, конечно, было бы лучше, если бы у нас эта база была подготовлена заранее, мы подготовились бы к этому моменту, но в какие обстоятельства попали, так и пытаемся работать. Как у меня говорит брат, мы попали ногами в жир, потому что все это произошло внезапно на самом деле и действительно для многих это стало неприятной неожиданностью. Ну, неприятная неожиданность, но и для нас шанс. Вопрос, еще один нескромный, Стас, к тебе. То, что вы выбрали в качестве площадок для производства Китай и Турцию, связано в том числе и с тем, что там можно получить одобрение на продукты производителей и в том числе и по присадкам, чтобы не было вмешения китайских присадок и база и так далее. С чем это связано? Да, в первую очередь, конечно, для того, чтобы заявлять соответствие, как минимум соответствие, или в дальнейшем получить одобрение уже официальное, мы должны соблюдать формуляцию. То есть, продукт должен быть с определенным элементным составом, произведен из определенного сырья. Так как на данных площадках в этих странах с сырьем как раз проблем нет, то есть, мы можем получить в наше производство и пакеты присадок с соответствующими одобрениями и спецификациями и базовые масла. То есть, мы можем выдерживать формуляцию. Стас, можно еще вставлю пару слов, логика моя, чтобы люди просто понимали. Если три года назад сказать, что новый бренд будет производиться в Китае и в Турции, не в Европе, то люди бы сказали, о, Китай, Турция, вот что-то как-то, что-то не то. Вы сейчас просто давайте вместе с вами все включим логику и подумаем. Европа, для нас она сейчас закрыта, да, у нас логистика с ней нарушена абсолютно и в принципе, да, европейские производители многие под санкциями, естественно, как бы работать с ними, ну, физически невозможно. То же самое с Америкой и так далее. Турция с нами, ну, дружит, по крайней мере. Сейчас Китай с нами дружить будет, я думаю, точно 100%, поэтому выбор площадок производственных для производства продуктов, он, ну, прям, прозрачно логичен. Для меня это прям вообще четко и понятно, почему это было выбрано именно там и именно площадки в этих странах. Это вполне логично и обоснованно. Ты считаешь так же? Да, действительно, это наши ближайшие партнеры и в производстве, и по бизнесу, и если брать там какие-то еще политические моменты, то есть они поддерживают эти страны у нас и наиболее перспективно именно сотрудничать с ними, на наш взгляд. А это очень важный момент сейчас, сегодняшних реалий. Если бренд имеет перспективу в России и желает остаться здесь надолго, надолгие-долгие годы, ему нужно выбирать правильных партнеров в правильных странах сейчас. Естественно, да. И именно на, если мы нацелены именно на долгосрочное сотрудничество, на долгосрочное присутствие. Абсолютно верно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова